Квесты в Fallout 3 Квесты в Fallout 3 Задание мы получаем в самом первом городе после выхода из убежища 101 в Мегатонне. В салоне Мариарти мы встречаем местную жительницу Люси Вест, которая попросит нас передать письмо ее семье из города Арефу, расположенного на западе от Мегатонны. Добравшись до Арефу, городка стоящего не на самом прочном мосту, одинокий путник напарывается на гостеприимного Эвана Кинга, местного охранника. Последний, обознавшись, кидает перед героем гранату, пытаясь отпугнуть, но поняв, что совершил ошибку, подзывает к себе путника. Из разговора с охранником становится понятно, что Арефа переживает не самые лучшие годы. На них постоянно нападают странные личности. В поселении живут всего семь человек. Супружеские пары Юйерсов и Вестов, последний с маленьким сыном, а также Каренс Кензи и сам охранник Эван Кинг. Сообщив, что для Вестов у путника есть письмо, Эван попросит перед тем, как отправиться в дом Вестов, зайти к остальным жителям и спросить, все ли в порядке. Посетив дом Юйерсов, путник узнает, что Брейли, супруга Кена, совсем поехала головой. А вот ее муж, наоборот, никому не доверяет и весь на нервах из-за нападений и выхода к жены. Но в целом они в порядке, как и Каренс Кензи, живущая в доме неподалеку. А вот отправившись в дом Вестов, главный герой находит отца и мать семейства мертвыми. Здесь начинается кое-какая вариативность. Если у главного героя не прокачен навык медицина, то вся информация, которая будет доступна игроку, это укусы на шеи жертв. После осмотра нужно доложить Кингу о случившемся, и тот отправит нас искать сына Вестов, указав на карте три места, где могут скрываться преступники. Последние, кстати, называют себя семьей, как бы это банально не звучало. Если же навык медицины равен 50, то информации будет немного больше. Так мы узнаем, что у жертв отсутствует кровь, несмотря на столь глубокие раны. При медицине в 70 очков, что следы укусов у жертв человеческие, но никакой из этих фактов нам не помогут. Однако, при очень хорошо развитой медицине, в которую вкачано 90 очков и выше, Путник сможет обнаружить на теле родителей Люси нечто похожее на пыль из старых депо. Спросив у Эвана, не знает ли он о чем-то похожем поблизости, тот расскажет о депо Мереште, куда нам и стоит отправиться. Здесь, правда, можно сделать немного иной ход, и отправиться назад в Мегатонну, чтобы поговорить с Люси. Если у вас имеется способность про хвост, то при рассказе о том, что с ее родителями случилось несчастье, можно сказать, что для поисков брата нужны средства, и Люси отдаст свои последние 100 крышек наглому одинокому путнику. Отправляемся на поиски семьи. Если вы не смогли узнать, где находится депо, то стоит пойти сразу же на станцию Сенека, о которой нам рассказал Эван Кинг. Здесь мы можем найти химическую лабораторию Гуля Мерфи, который занимается созданием ультравинта. При разговоре с ним можно начать повторяющийся квест «Погоня за сахарными бомбами». Если мы находим эту сладость, то приносим ее предприимчивому Гулю, и он платит нам за это крышки. При вопросе о семье, Мерфи скажет, что никогда с ними не пересекался, но укажет на путь к ним. В лаборатории есть люк, ведущий как раз в сервисный туннель станции Мерешти. Если спуститься, то можно обнаружить множество болотников и ловушки, мины, капканы, растяжки. Рекомендую иметь навык взрывчатка, докачанный до 60 и выше, тогда никаких проблем не будет. Но если мы все же узнали расположение депо Мерешти, то отправляемся сразу туда, и никакие ловушки нам не станут помехой. Пробираясь через туннели, находим убежище семьи, вход в которое охраняет Роберт. В любом случае, он позволит нам пройти дальше, так как у нас есть письмо от Люси. Но также можно пройти при достаточно высоком навыке красноречия или имеющейся в кармане лишней сотни крышек. Но если до прибытия сюда мы взяли способность каннибал, Роберт пропустит героя без каких-либо проблем. К своим они относятся с добротой. Чтобы добраться до Иэна Веста, нам нужно получить код от его комнаты. Получить пароль так же просто. Один из вариантов поговорить с Венсом, местным главой. Даже если с красноречием беда, и убедить его красивым слогом не удастся, то просто начните диалог заново. От чего-то Венс подобреет и разрешит повидаться с ребенком. При уже упоминаемой способности про хвост, код от двери можно получить у жены Венса, Холли. Она скажет, что видит в нас хорошего человека и с удовольствием отдаст коды. Также можно получить доступ к нашей цели, использовав человека по имени Джастин. Для начала находим Алана. Сообщаем ему, что хотим проведать Иэна. К сожалению, Алан сам новенький и ничего ни о каких дверях не знает и пошлет нас к Джастину. А вот при помощи красноречия мы уже можем убедить Джастина. Санта-Барбара какая-то, ей-богу. Также в логове семьи гуляют Карл и Брианна. В зависимости от того, персонажем какого пола вы играете и взяли ли способность черная вдова или жена-убийца, у них можно также выведать код. В общем, отправиться к мальчику никаких сложностей составить не должно. При разговоре с молодым Вестом у нас встанет выбор. Оставить мальчика здесь или отдать письмо и отправить домой к сестре. Об этом выборе мы еще поговорим дальше, но по завершении главной задачи задания мы подходим к Венсу и сообщаем ему о выборе мальчика. Перед этим, кстати, можно решить судьбу жителей Арефу. Они будут давать или продавать семье пакеты донорской крови, а взамен последние либо просто отстанут от поселения, либо будут их защищать, в зависимости от того, какие условия герой поставит. В награду за все содеянное Венс подарит игроку схему шишки баба и попросит передать решение Эвано Кингу в Арефу, где и завершится задание. За это охранник снабдит нас алкоголем, стимпаками и боеприпасами. В семье Юэрс нас угостят жестяной банкой, эта женщина действительно поехала головой, а также помогут ремонтировать вещи. Карен же отметит на карте несколько локаций, где герой может поживиться ресурсами. В завершении видео я, как обычно, хочу обсудить абсурдность или наоборот крутость задания. Как я уже сказал в начале, квест Узы Крови не так уж и плох, чтобы полностью его раскритиковать и предать забвению, но... это не Фоллаут. Ну, серьезно, у людей в этом мире внезапно начало появляться желание есть других людей. При этом живут они под землей, называют себя семьей и пьют кровь. Странно, нет? Да и ладно бы на этом все закончилось. В разговоре с Иеном мы узнаем, что это он сам убил своих родителей и пожрал их тела. Вот только почему мы тогда видели на ранок мертвых родителей пылесды по Мережте? Конечно, можно сказать, что семья нашла Иена, убившего своих родных и... не знаю, пытались им помочь и насорили пылью им в раны. Но более правдоподобная теория, мальчик уже бывал у семьи и ему промыли мозги настолько, что он сожрал своих родителей. Все это, конечно, моя интерпретация и на самом деле произошла банальность. Ведь в терминале Вэнса все можно прочитать, но... придумать хоть немного интересную теорию лучше, чем вариант от дизайнеров игры. Выбор, кстати, по которому мы либо отправляем мальчика домой к сестре, либо оставляем жить в семье довольно странный. Но вот отправим мы этого больного к родственнице, так он и ее сожрет. Лучший вариант, на мой взгляд, это оставить его жить в метро и разрулить ситуацию с донорской кровью. Тогда и в Арефу все будет хорошо, да и семья не будет терроризировать пустоши. Хотя также к лучшему варианту можно отнести убийство всех в депо Мережте. Тогда на столичные пустоши точно станет спокойнее. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ядер лайк и тыкайте в санксет колокольчик. О вашем мнении по данному квесту я бы не отказался прочитать в комментариях. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok